МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это итоги недели. Говорим о главном за минувшие 7 дней. И вот о чем расскажем сегодня. Книги снова дома. Или возвращение легендарного книжного магазина. Как обустроили пространство после ремонта? Что поставили на полки? И какую атмосферу создадут в доме Зингера для читателей и издателей? Плоды реставрации. Удастся ли прорастить зернышко из кафтана Петра I? Почему генетики не теряют надежды клонировать мамонта? И какую пользу науке приносят древние биологические находки? Получите счет за бар. Как целая барная мафия опустошала счета клиентов злачных заведений? Кто ввел охоту на мужчин, а кто черную бухгалтерию? Выход на балкон. Он может быть парадным, а может быть будничным. Откуда взялись эффектные петербургские балконы? Как превратились в лоджии и кладовки? И почему они все меньше нравятся архитекторам? Шаг к возрождению чуда. Что удалось найти петербургским археологам на территории Сирийской Пальмиры? Как полученные данные повлияют на воссоздание почти утраченной триумфальной арки? И почему для успеха этого дела нужен опыт реставраторов ленинградской школы? Ну и начнем с главной цифры этой недели. Один триллион рублей. За полтора месяца до окончания года доходная часть бюджета Петербурга впервые преодолела эту рекордную планку. Большая часть денег – это налоговые поступления. Как отметил Александр Беглов, это свидетельствует о благоприятном бизнес-климате. По словам губернатора, рост доходов в целом подтверждает устойчивость экономики. И заработанный триллион позволит направлять средства в первую очередь на развитие города. Евгений Соловьев о финансовых планах Петербурга и о главных пунктах недельной рабочей повестки губернатора. Сверхдоходы на сверхзадачи. Эти деньги уже работают в интересах горожан. По словам Александра Беглова, на 2023 год заложена рекордная сумма на финансирование образования – свыше 260 миллиардов рублей. Сейчас бюджет финансирует 90% стоимости услуг детских садов. Родители платят только 10% от суммы. Эти средства расходуются на приобретение продуктов, питания, инвентарь и хозяйственные товары. Делали все возможное, чтобы родительская плата за детский сад оставала для всех категорий одно из самых мест в России. Это одна из важных мер поддержки семьи и детьми. Безусловно, сейчас, конечно, непростое время, но город берет на себя дополнительные обязательства, чтобы поддержать семьи и счастливых специальных военных операций. Кроме того, на рабочем совещании в Смольном одобрили увеличение расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования. В текущем году на нее добавят более 5 миллиардов рублей. Существенно растут вложения в программы благоустройства. На этой неделе в городе появилось еще одно общественное пространство рядом с Витебским вокзалом, которому в пятницу исполнилось 185 лет. Территорию между Введенским каналом и Витебской площадью разделили на центральную аллею и зону отдыха. Посадили деревья и кусты, установили фонари и оригинальные скамейки. Доминантой пространства стал арт-объект в виде часов с 11 циферблатами разных поясов страны. Район сделал подарок вокзалу, благоустроил территорию 1250 квадратных метров с современным освещением, зоной отдыха. У нас такие прекрасные часы. Тем самым город приводит в порядок не только большое общественное пространство, но и небольшое общественное пространство возле вокзалов, возле станции метро. А еще в городе появился памятник Александру Володину. Бронзовую скульптуру установили неподалеку от дома, где почти всю жизнь провел известный поэт и драматург. По словам автора, работы образ взяли из документальной картины, где на фоне осенней мелодии Володин смотрит на окна своей квартиры. Он очень любил эмигратор, любил нашу очень страну. Ему поступало много предложений переехать в другие страны, но он с этим не согласился, до конца остался здесь. Сегодня мы отдаем дань уважения и памяти великому нашему эмиграторцу, Александру Володину. Центральную часть рабочей повестки губернатор на этой неделе занял официальный визит в Узбекистан. Как отметил Александр Беглов, предприятия северной столицы готовы серьезно увеличить объемы поставок в республику продукции медико-фармацевтического кластера, мебели и других товаров. В свою очередь Петербург заинтересован в качественной плодовощной продукции, интерес обоюдный, и принимающая сторона это открыто демонстрирует. Хотел бы подразумевать слова от нашей делегации благодарности президенту республики Узбекистан за гостеприимство, за тот прием, который оказан нашей делегации. И за эти условия, которые созданы для того, чтобы мы могли бутатворно с вами работать. Переговорами в столице республики визит не ограничился. Александр Беглов провел встречу с Хакимом в Самаркандской области. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в области труда и занятости, а также в сфере культуры и подписали документы о развитии двустороннего сотрудничества. Также делегация Петербурга посетила Самаркандский моноцентр. Он содействует трудоустройству безработных и обучает современным профессиональным и предпринимательским навыкам. Городской комитет по труду в будущем году проведет в Узбекистане трудовые ярмарки с участием крупных работодателей северной столицы России. В Самаркандском областном библиотечно-информационном центре имени Пушкина Александр Беглов подарил хранилищу более 250 книг. Там же был подписан меморандум о сотрудничестве между узбекской стороной и петербургской библиотекой имени Маяковского. Александр Беглов также посетил мечеть Хазрет-Хызр, где возложил цветы к могиле первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, который руководил страной с момента обретения ею независимости до 2016 года. Евгений Соловьев, итоги недели, телеканал Санкт-Петербург. Еще одно важное событие. Дом книги сегодня торжественно открылся в Петербурге. Что это за пространство теперь? Мы расскажем об этом чуть позже, а пока к другим темам. Теперь как дома. Петербургские полярники развернули ледовый лагерь в Северном Ледовитом океане. Они обустроились буквально в 500 метрах от ледостойкой платформы Северный полюс. Им понадобился месяц, чтобы установить геофизические, ледоисследовательские, метеорологические дома, лаборатории. Работать ученые из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института будут как на этих площадках, так и в лабораториях на борту судна. Эта экспедиция, получившая название Северный полюс 41, продолжает отечественную программу дрейфующих станций. Возобновить ее стало возможным только благодаря самодвижущейся ледостойкой платформе, аналогов которой в мире нет. Северный полюс, построенный на Адмиралтейских верфях, обеспечивает в первую очередь безопасность полярников, а также благодаря своей технической оснащенности позволяет проводить сложнейшие и длительные исследования Арктики. Элемент декора или тяжелая ноша для петербургской архитектуры. Дальше речь пойдет о балконах, балкончиках и лоджиях, где, как ни в нашем городе, по этим конструктивным элементам на фасадах можно изучать не только историю, а еще и социологию и даже психологию, от эксклюзивных и исторических до сугубо практичных современных. Когда-то они подчеркивали статусность владельцев, теперь используются в утилитарных целях. Вот вы замечали, как остекленные лоджии в новостройках быстро зарастают разного рода скарбом. Балконы-кладовки – один из самых распространенных и самых неприглядных видов использования этого пространства. Впрочем, есть еще и балконы-сады, и балконы-спортзалы, и даже оранжереи. Мария Марченко узнала историю петербургских балконов и выяснила, почему архитекторы не прочат им большое будущее. Балконы – ажурные и непрактичные. С момента своего появления в нашем северном городе они бросали вызов стихии. И, кажется, проиграли, ведь современные дома все чаще возводят застекленными лоджиями. Создавая резиденцию для третьего сына Николая I, тоже Николая, известный архитектор Андрей Штыкиншнейдер вдохновлялся римскими палаццами, но с поправкой на петербургский климат. Над крыльцом, куда подъезжали экипажи, широкий балкон-терраса. Он защищал гостей от осадков, а кроме того, с площадки открывался прекрасный вид. Все здания, которые окружают этот дворец, когда-то были как минимум на два этажа ниже. Поэтому, возможно, перед нами в раннее время раскрывался вид и на Васильевский остров. Ну и, конечно, мы можем представить, как можно было слушать перезвон колоколов Благовещенской церкви. С дворцов знати балкон как элемент декора перекочевал на доходные дома. Хозяйка этого здания на Зверинской улице, госпожа Барановская, велела украсить свою квартиру на четвертом этаже не только кокетливой лепниной и позолотой, но и балконом, кстати, единственным на фасаде. В принципе, за деревьями видно и спас на крови, и другой берег Невы, и Петропавловскую крепость. В апартаментах бывшей владелицы доходного дома Наталья Меркулова живет больше 20 лет. И 15 из них борются за сохранение балкона. Конструкция находится в аварийном состоянии. Чугунная решетка частично утрачена. И у нас падали и куски бетона, и куски вот этих вот кованых украшений красивых. Один вот такой кованый цветок упал под ноги прямо ему соседу снизу, который проходил под балконом. Советские архитекторы отводили балкону сугубо утилитарную роль. Площадки, с которой можно эвакуироваться в случае пожара, или куда можно выйти подышать свежим воздухом после работы. Кто-то хранит там покрышки и ненужные вещи, кто-то выращивает рассаду для дачи. А для Татьяны Романовой балкон — это продолжение гостиной и любимое место отдыха, где можно почитать стихи поэтов Серебряного века или поболтать с подругами за чашкой чая. Здесь у нас чайный столик. Он у нас функционирует. Если теплая погода, внизу мы можем к празднику хранить на этой полочке холодец. Также мы можем остужать компоты, морсы и то же самое сразу же подавать. Так что балкон — это чудесное изобретение, которое нам досталось. Марии Прокофьевой достался не балкон, а лоджия с панорамным остеклением. С 20-го этажа весь город, как на ладони. А там внизу — пятиэтажка, где Петербурженка провела все детство. Недавно Мария переоборудовала пространство в спальню для дочери, у которой не было своей комнаты. Мы переделали балкон, сделали ей комнату, сделали теплое остекление, сняли утепление со стен. Это прибавило 15 сантиметров к площади балкона, поменяли полностью пол, сделали теплый пол, плитку положили, закупили ей диван, и она тут теперь живет. Когда переехать в квартиру просторнее, нет возможности, каждый метр ценен. И застекленная лоджия, которая пришла на смену балкону, в этом плане выглядит более практичной. Тем более, что для хранения вещей в современных квартирах проектируют кладовки и гардеробные. У балконов, уверены урбанисты, нет будущего. Сегодня балкон, скорее всего, это атовизм. В техническом плане этот элемент из массового применения будет уходить. Может быть, на каких-то небольших малоэтажных зданиях он останется в виде элемента украшения фасадой. Город, где больше девяти месяцев в году идет дождь или снег, оказался враждебен к этому символу итальянской беспечности. Тем удивительнее, гуляя по улицам, видеть над головой балконы, которые владельцы превратили в оранжереи под открытым небом. Мария Марченко, Павел Чащин, Юрий Соколовский, Наталья Шипицына, Елена Волкова. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. Дело о барной мафии прогремело на этой неделе в Петербурге. Расследуется и мошенничество, и создание организованного преступного сообщества. Больше десятка фигурантов. Пострадавших пока 11. Совокупный ущерб превышает 10 миллионов рублей. Эти немалые деньги ушли на оплату счетов за напитки в барах. Мужчины, которые теперь получили статус пострадавших, оплачивали их вроде бы добровольно, но это уже в финале. До момента расчета клиент созревал под присмотром большого числа заинтересованных лиц. Но начиналось все, как водится, с женщины. Елена Болдышева расскажет подробности. На улице или в баре подходит красивая девушка и под невинным предлогом завязывает знакомство. Внимание! Очень вероятно, что перед вами так называемый консуматор. Вы выходите в поры, знакомитесь там с людьми, консумально эти себя располагаете, узнаете о них информацию. И под предлогом там пописить, попить в коробку, что-нибудь еще. Вы приходите сюда, делаете здесь заказы, где они оплачивают, вы получаете процент. Это тренинг девушек-консуматоров, тех, что отвлекают клиентов от цифр в винных картах. А потом бармен дает им счет, размер которого за гранью здравого смысла. Настало время платить. И я просто, как какой-то там болванчик, прислонял эту карту и расписывался в чеке. Оперативники мошеннического отдела петербургского уголовного розыска установили, в Петербурге работает сеть баров, где клиентов опаивают фальсифицированным алкоголем и оставляют без копейки. На данный момент полиции известно об 11 потерпевших. Общий ущерб превысил 10 миллионов рублей. Заявление как под копирку. Малознакомые девушки предложили пойти в бар, выпил, ничего не помню, с карты списали. А дальше любопытно. В обычном баре клиент мог оставить и 200, и 300 тысяч, и даже 3 миллиона. Рейды на барных улицах проводят по ночам. Расслабленным утром гостей в масках не ждали. А они пришли традиционно на рассвете. Помогали убираться. Но все равно накидали. Двое импозантных мужчин представились помощниками уборщиков. Возможно, настоящий род занятий помогут установить очные ставки. А эта девушка представилась кадровиком. Якобы управляла персоналом в барах и обучала. По версии следствия, девушек-консуматоров тоже. За что настоящий мед задержан, знаете? Ну, как объяснили, за мошенничество. Что по этому факту можете сказать? Ничего. Зато много рассказала тетрадь с черной бухгалтерией и пачки денег, происхождение которых владелице предстоит объяснить. Согласно официальным сообщениям, клиентов в барах в центре Санкт-Петербурга угощали контрафактным алкоголем. Его злоумышленники разливали в гаражах в Калининском районе Санкт-Петербурга. Изъяли 600 литров алкоголя, 4,5 миллиона рублей, десятки терминалов для оплаты. В барной мафии, которая похищала деньги клиентов, с помощью подсадных красавиц увидели преступное сообщество. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частями 1 и 2 ст. 210 Уголовного кодекса России. Это организация преступного сообщества, а также участие в нем. Новый год встретят в камере руководители бизнеса Николай Абросимов и Дмитрий Куценко. И коучер Анна Мясникова, которая отвечала за подсадных девиц. Шесть человек под подпиской о невыезде, всего были задержаны 13. По похожей схеме в городе Наневе работают и другие бары. Телеканал Санкт-Петербург в одном из выпусков программы «Зона особого внимания» рассказывал, как работает ловушка для мужчин. Заманивали на Думска Ломоносова и Рубинштейна, а захлопывали на Казанской 7 в баре «Детройт». Заказали какие-то шотики там, оплатили их вместе. Я не помню, как я оказался с ними просто вот в этом баре на Казанской 7. Что-то в этих коктейлях было добавлено, например, снотворное, возможно, что-то еще. Некоторые провалы в памяти наблюдали, хотя у меня раньше такого не было. Какие-то метаморфозы начались в сознании. Я твердо стоял на ногах и не мог понять вообще, что происходит. Очнулся клиент бара на обочине дороги. С карты исчезли 200 тысяч рублей. Девушек на такую работу ищут на обычных сайтах вакансий. На должность официант или бармен на месте проводят тренинг, обещают очень высокий процент. То есть всего 30 процентов. Получается так, что при этом начается смена от 5-6 тысяч, можно зарабатывать. Любопытно, что 8 лет назад в нашем городе провели очень серьезную операцию по задержанию владельцев и сотрудников сети стриптиз-баров. Там также девушки приводили мужчин с улицы или из других заведений. После заказанных напитков или нескольких коктейлей от заведения клиента поставляли с пустыми карманами, выставляя счет за якобы заказанные посетителем приватные танцы и самые дорогие напитки в баре. Год назад Куйбышевский суд огласил приговор. За хищение денег клиента всем дали условные сроки. По статье «Создание преступного сообщества оправдали» с правом на реабилитацию. Сергей Улитин, Михаил Кацман, Александр Карандасов и Елена Болдышева. Новости итоги недели. Безопасность в современных мегаполисах уже давно возложена отчасти не на людей, а на технологии. Мы существуем под присмотром тысяч видеокамер. Большинство петербуржцев так или иначе пока еще замечает их присутствие. Это выяснилось в ходе опроса на сервисе «Городской диалог» среди пользователей единой карты петербуржца. На этот раз на вопросы ответили больше 13 тысяч человек. Постоянно или время от времени на уличные видеокамеры обращают внимание в общей сложности 81% респондентов. Больше половины, 61%, при этом не испытывают никакого дискомфорта. 18% чувствуют защищенность. И у 12% это вызывает чувство тревоги. Почти половина пользователей ЕКП уверены, что камеры, установленные у них на доме, подъезде или лестничной площадке, способствуют безопасности жильцов. Картина, когда камеры видеонаблюдения будут установлены в общественных пространствах, везде не пугает опрошенных. Среди плюсов такого технического оснащения большинство пользователей отметили, что снизится преступность, будет больше порядка и дисциплины. Сейчас к другим темам, чем запомнить уходящую неделю короткой строкой в нашем обзоре. Рождественская ярмарка ограничит движение транспорта в Петербурге. С 10 ноября запрещена остановка в проезде вдоль дома номер 4 по Дворцовой площади. С 13 декабря для транспорта закроют Дворцовую площадь. Все ограничения будут действовать до 23 января включительно. Комитет по транспорту совместно с Октябрьской железной дорогой и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией запускают тактовое движение по направлению Витебский вокзал – Павловск. Курсирование электричек с 10-минутным интервалом в утренние и вечерние часы пик начнется с 11 декабря. Поездка из Павловска до центра Петербурга займет не более 35 минут. На Авангардной улице началась расчистка площади для нового современного корпуса городской больницы номер 15. Первый этап работ – снос старых трехэтажных аварийных зданий. Новый корпус будет рассчитан более чем на 500 коек. Строительство планируется завершить в октябре 2024 года. В Петербурге проверили, как работает система оповещения населения. 8 ноября утром в течение 25 минут в городе работали сирены и уличные громкоговорители. Комплексная проверка необходима для того, чтобы определить исправность и готовность всех технических средств и каналов связи к массовому оповещению горожан в случае чрезвычайной ситуации. Пожарно-спасательные и коммунальные службы помогли достать мужчину из коллектора у аэропорта Пулково. Операция заняла несколько часов, пришлось вскрывать асфальт и разбирать трубу. Молодой человек был жив, его передали медикам. Позже выяснилось, что 21-летний уроженец Самары в коллектор диаметром 30 сантиметров забрался по собственной инициативе. Прополз около 12 метров, застрял и стал звать на помощь. Зачем все это понадобилось, мужчина пояснить так и не смог. Интерактивная экскурсия от кота Сигизмунда. Хвостатый символ Эрмитажа рассказал о главном музее страны пациентам первой детской городской больницы. Цикл офлайн-лекций был разработан с учетом специфики стационара и лечебного процесса. Помимо просветительской, организаторы поставили и еще одну цель – вызвать положительные эмоции у больных. Такой формат лекций реализуется впервые. Есть идея делать их регулярными. С полуночи 15 ноября в Петербурге закрывается навигация. Распоряжение об этом подписали в Комитете по транспорту. По городским рекам и каналам будет запрещено передвигаться на гидроциклах, моторных лодках, катерах и других судах, попадающих в категорию маломерных. Нарушителям грозит штраф – от 3 до 5 тысяч рублей. Должностные лица заплатят до 30 тысяч, а юридические – до 100. Очередное пополнение в ленинградском зоопарке. Посетители смогут увидеть барашка, который родился 28 октября. Малыша впервые вывели на прогулку. Хотя он и старался держаться поближе к маме, веники жевал уже совсем как взрослый. Детеныши в валийской черноносой овцы будут выводить ежедневно с часу до двух дня на площадку возле детского зоопарка. Гостей просят не пугать барашка и не пытаться зайти за ограждение. Первый поезд «Балтийц» вышел на красную линию метро. Это современный комфортабельный состав из восьми вагонов. У города на «Балтийца» большие планы. Сейчас идет обновление подвижного состава метрополитена. «Балтийц» в ближайшие годы как раз и будет менять устаревшие поезда. От пассажиров в Смольном ждут обратной связи. Все пожелания учтут при дальнейшей модернизации «Балтийца». Ну а первые пассажиры – это правительственная делегация. Во главе с губернатором минусов пока не нашли. Александр Чуев продолжит. Первым пассажиром нового состава стал губернатор Александр Беглов. К запуску готовы уже три подобных поезда. А всего до конца 2031 года петербургский метрополитен получит 950 новых вагонов. Это почти половина всего парка. Поезда модели «Балтийц» отечественные на 95%. Такие вагоны будут использовать в петербургской подземке впервые в истории. Назвали по вашему согласованию «Балтийцам». Все-таки есть и притяжение к нашему городу, который на неме стоит, и Балтика всегда была символом Ленинграда, Санкт-Петербурга. Оформление экстерьера и интерьера соответствуют традиционному цвету линии метро. В дизайне используется силуэт разводных мостов. Кресла с раздельными сидениями и спинками выполнены из экологичных, износустойчивых материалов. Улучшена аэродинамика, двери стали шире на 20 сантиметров. Связь с машинистом дополнена видеокамерой. В кабине сенсорные экраны, удобное кресло, кондиционер. Увеличен обзор, в зеркала заднего вида вмонтированы видеокамеры, а на лобовое стекло наклеили специальную пленку, которая защитит от царапин, например, во время мойки. Освещать путь будут светодиодные фары эксклюзивного дизайна. Состав тянет новый отечественный асинхронный двигатель, который экономит электроэнергию. У него есть аккумуляторы для автономного хода до 200 метров. Мы сегодня договорились о том, что проведем опросы жителей. До конца декабря какие-то еще есть пожелания установить розетки для подключения телефонов, для зарядки, да и многое-многое другое. Пусть жители выскажут свои предложения, и мы в самое ближайшее время совместно эти пожелания будут выполнены. Общая стоимость контракта более 240 миллиардов рублей. Из них до 2031 года около 100 миллиардов рублей выделит Фонд национального благосостояния. Остальное в течение 25 лет будут начислять из городского бюджета. Сначала новые составы побегут по Кировско-Выборской линии, потом по Московско-Петроградской и по Фрунзенско-Приморской. Своих первых пассажиров балтиец привез на станцию Балтийская. Там состав встречали под звуки оркестра. Почетные гости поздравили коллег с 67-й годовщиной, которую петербургский метрополитен отметит 15 ноября. Александр Митч, спасибо вам большое за оказанное нам доверие по поставке вагонов метро. Мы поздравляем наших коллег метрополитена с их годовщиной. Желаем вам бодрости, желаем вам благополучия, желаем вам успешной работы. И надеемся, что совместно мы будем делать самое лучшее вагонное метро в мире. Губернатору подарили макет нового поезда, а сам балтиец скрылся в тоннеле, увозя с собой петербургцев на следующую станцию. Александр Чуев, Андрей Осин, новости, телеканал Санкт-Петербург. Ну а теперь милости просим на Невске-28. Слегка перефразировал Евгения Шварца, но суть та же. Легендарный дом книги снова ждет посетителей. Больше полугода в здании шел ремонт, и вот сегодня торжественная церемония открытия. В ней приняли участие губернатор Александр Беглов, спикер городского парламента Александр Бельский, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, представители исполнительной и законодательной власти. В честь возвращения легендарного книжного дома в дом Зингера выпустили лимитированный тираж открыток и изготовили штемпель Почты России. Почетные гости расписались на открытках и погасили марки. А Сергей Степашин вручил Александру Беглову специальный приз за присвоение Петербургу статуса территория книги и чтения в рамках всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Теперь город снова владеет этим прекрасным зданием. Я хотел бы поблагодарить всех, кто помогал это сделать и кто помогал отреставрировать это здание. Более ста лет ленинградцы, петербуржцы ходили и ходят в этот дом. Для посетителей доступны первый и второй этажи. Цокольный откроют в следующем году. У панорамных окон оборудованы места для чтения, где можно познакомиться с книгой до покупки. В детском отделе есть зона для игр и творчества, а на входе посетители встречают стенды с произведениями петербургских писателей. Но вообще пустующее помещение дома книги вначале немало взволновали петербуржцев. Впрочем, почти сразу власти заверили, что ни о каком перепрофилировании речь не идет. Этот книжный магазин – неотъемлемая часть петербургской культурной среды, как и чтение. Петербург по-прежнему читает много, читает разное. И человек с бумажной книгой в метро – все еще привычная картинка. Впрочем, современный читатель стал капризнее. В магазинах он ищет не только книги, но и атмосферу. И этот момент, кстати, в новом доме книги тоже учли. О читателях, писателях и издателях, у которых есть все шансы встречаться на Невском 28, Александр Буренин. Обещают, книги на стеллажах точно тут не будут пылиться. За три дня до открытия пылились сами стеллажи. Но это следствие качественного ремонта. В день Икс не останется и следа. Дом книги – исторический главный литературный магазин. Это все знают, но об этом нужно напомнить в веке 21-м. В какой-то момент дом книги стал таким, знаете, немножко не для петербуржцев. Да, то есть сюда приходить там. Ну, я очень люблю туристов, ни в коем случае, да. И все очень благодарны, это важная часть жизни. Но вот петербуржский дом книги, несмотря на то, что в самом центре города, на Невском проспекте, нужно оставить в первую очередь для петербуржцев. Вот здесь немножко мы отошли от этой концепции, что было ошибкой. Поэтому вот первая задача, с которой мы обязательно справимся – это вернуть дом книги петербуржцам. Задача сделать книжный магазин и общественное пространство вокруг – топовые авторы плюс крепкий кофе, а то и наоборот. Ведь важно прийти сюда не только за покупками, а провести время, как исторически и было. Сюда захаживали все от Даниила Хармса до начинающих писателей советской эпохи. Этот дом – это мой детский сад. Я там вырос. Там было замечательное объединение при издательстве «Советский писатель». Это было лучшим издательством, которое я знаю до сих пор. И там же был магазин, где продавцы нас любили. Мы любили их. Соответственно, нас любили и читатели. Вот такое образовалось сообщество, которым можно гордиться. В то время не было электронных версий, стихов и прозы. Последние 10 лет говорят, что бумага терпит поражение в борьбе с планшетами. Авторы признаются – все перестроились и сильно нет разницы, где их читают. Главное, чтобы читали. При этом уверяют – если создать комфортные условия, люди будут приходить. Главное, чтобы в книжных магазинах были книги, а то порой конфету сувениров там больше, чем страниц. В Доме книги обещают баланс держать. 80% ассортимента, что называется, по профилю. В штуках же закуплено 60 тысяч книг. Останется и специальный стеллаж от сотрудников магазина в стиле «прочитал и предлагаю». Меня часто спрашивают, читала ли я, поэтому у нас есть такой любимый нами стол «Дом книги рекомендует», где мы стараемся именно выкладывать ту литературу, которую мы прочитали, которая нам понравилась. И вот мы с удовольствием подводим к этому столу. Вообще, рассказывают, читателей меньше не стало, но они стали разборчивее, часто приходят, зная, зачем именно. Да, и исчез дефицит продукции. Сейчас ассортимент книг огромный. Найти можно практически любую, ну, особенно если поискать. Но, как рассказывают читатели, со стажем исчезла в некотором роде романтика, когда ты едешь за книгой на окраину города и едешь практически тайком, чтобы никто не заметил. Это называлось «Черный рынок». Неофициальные точки все знали. За книгами ездили на электричках в места, где города еще почти не было. Идешь в поле, и там, ну, сотни, а может быть, тысячи людей. И вот они в ряды выстраиваются, и там лежат на полиэтилене книги всевозможные. И где-то там, допустим, томик Кавки, он стоил 100 рублей, что было уже соизмеримо с зарплатой инженера. Ну и тому подобное. И вот, 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 вот. Приезжает электричка, это где это? В Ульянке. Конечно, сегодня Кавка стал гораздо ближе. Как и любой автор. Кстати, петербургские писатели вспоминают видеть, что тебя читают. Несравнимое удовольствие. Вышла моя первая книга. Я бегу к лавке писателей, куда завезли. И вижу, что у одного коня Клотта, самого ближнего к лавке, стоит молодая девушка, красивая, с парнем. Они читают мою книгу, так ее впервые еще не видел. И как хочет, чего я и добивался. Вот это, я понял, что счастье есть. Теперь петербургские авторы смогут смотреть, как их читают и в сквере у Казанского собора, или с видом из окна на него. Дом книги возвращается домой, где и читатель, и писатель должен чувствовать себя, как дома. Александр Буренин, Артур Хабибов, Егор Орлов и Мария Дмитриева. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. Важнейший шаг на пути восстановления знаменитой триумфальной арки в Сирийской Пальмире. Эти новости имеют прямое отношение к Петербургу. Именно наши археологи завершили раскопки памятника, уничтоженного террористами. Впервые были проведены полномасштабные исследования культурного слоя, который насчитывает почти два тысячелетия. Результаты этой работы представили в Северной столице на международной конференции. Один из главных ее итогов, полученные данные, позволят существенно откорректировать план восстановления триумфальной арки, а также воссоздать ее в более достоверном виде с исторической точки зрения. Это будет без преувеличения один из самых грандиозных реставрационных проектов в мире. Когда ему дадут старт? И почему этот объект нуждается в уникальных методиках именно Ленинградской школы реставрации? Максим Лебедев расскажет подробнее. Триумфальная арка Пальмиры знакома поколениям советских граждан по учебнику «Истории древнего мира». Авторы поместили монумент на титульную страницу, как один из символов ушедшей эпохи. Сегодня ушел и сам памятник. Его уничтожили боевики в 2015 году. И теперь увидеть архитектурный шедевр можно только на старых фотографиях или 3D-модели, созданной петербургскими учеными. Восстанавливать арку также взяли специалисты из северной столицы. Раньше такой возможности не было. Венецианская хартия, которой следует ЮНЕСКО, запрещает реставрацию с использованием воссозданных элементов памятника. Ситуацию изменил пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Парижане не захотели расставаться с любимым собором. Мы сейчас проводим параллель, что арка Пальмира, в общем, тот же символ, как символ Парижа является Нотр-Дам, над которым сейчас идет работа по восстановлению. Это очень важно, потому что это нужно донести до наших международных коллег, и это определит ту форму реставрации, которая будет применяться. Мировое ученое сообщество признает, более профессиональных реставраторов, чем последователи ленинградской школы, не существует. У них за плечами уникальный опыт. К тому же восстановление Триумфальной арки Пальмиры для наших специалистов – дело чести. Мы – Северная Пальмира. Мы находимся в здании, которое построил Росси, которое построил арку главного штаба, в которой он использовал хитрое решение, которое было в Пальмире. Наши реставраторы очень консервативны. Это одна вещь. С другой стороны, наши реставраторы восстанавливали пригороды Ленинграда после войны, которые были разрушены. Но прежде чем реставрировать, нужно было подобрать способ восстановления, которые устроит ЮНЕСКО. Все-таки арка имеет статус памятника мирового значения. Малейшая ошибка в подготовке работ может обернуться культурной трагедией. Культурный слой на этой территории также накапливался в течение двух тысячелетий. И, соответственно, его можно было бы утратить при проведении реставрационных работ. А это было бы утрата таких научных данных равна научному преступлению. Поэтому мы весной приняли решение о необходимости проведения археологических раскопок. Осенью этого года петербургские археологи впервые в истории провели комплексные исследования подземной части арки. Работали специалисты из Института истории материальной культуры РАН в содружестве с Русским географическим обществом, Эрмитажем и Министерством обороны. Результаты очень хорошие, потому что действительно удалось открыть то, что было задумано. То есть определить конструкции фундаментов пилонов и арки. Кроме того, еще и открылись новые страницы в жизни этого памятника в другие эпохи. Для подготовки к реставрации ученые воссоздали первоначальный облик памятника. Каждый камушек, оставшийся после разрушения, сканировали и переносили в цифровое пространство. Получилась детальная 3D-модель арки. А у петербургских архитекторов была нетривиальная задача – понять, как работали их коллеги, жившие 1700 лет назад. На плоской части камня пилоны, который сейчас сохранился, находится античная разметка, которую во время строительства мастера очень часто делали. Это дает очень много о понимании процесса строительства, логики архитектурного проекта и того, как выглядят те части, которые не сохранились. В итоге исследователи обнаружили четыре угловых камня фронтона фарки. Капители больших колонн, примыкавших к флангам юго-восточного фасада, узнали структуру основания и фундамента древнего сооружения. Обладая этими данными, ученые начали разрабатывать способы восстановления монумента. Добиться, если не 100%, то максимальной обратимости всего процесса. То есть, условно говоря, мы ее как-то собрали, потом что-то новое открылось или новое выяснилось. И мы можем разобрать снова и снова собрать. Разработанные методы реставрации петербургские ученые представили на специальной конференции. Какой подход выбрать, решит Международный научный комитет по Пальмире. Реставрация арки начнется после всех согласований с ЮНЕСКО. Максим Лебедев, Иван Попов, Андрей Соколов. Итоги телеканал Санкт-Петербург. Всего лишь зернышко. А Эрмитаж собрал большую пресс-конференцию. О сюрпризах реставрации, которые вдохновляют генетиков, расскажем после небольшой паузы. Дождитесь. Кто бы мог подумать, что реставрация кафтана Петра I в Эрмитаже преподнесет сюрприз, ради которого на этой неделе главный музей города собрал большую пресс-конференцию. А дело-то в зернышке, которое больше двухсот лет оставалось незамеченным в ворсистом подкладе императорского одеяния. Согласитесь, как оживляют такие находки безмолвные музейные экспонаты. Всего лишь семечко скромной полевой люцерны. А за ним целая история. И не только пропетровские походы. Такого рода артефакты биологического происхождения будоражат умы генетиков. Под силу ли современной науки вдохнуть жизнь в давно угасшие клетки? Будь то историческое зернышко или вымершие миллионы лет назад мамонт. Александр Громов погрузился в изучение этого вопроса и теперь знает перспективы. В складках Петровского кафтана цепкая люцерна пряталась 3,5 века. Найти гостей из прошлого смогли чуткие пальцы эрмитажных реставраторов. Мягкий плюшевый мех, контрастная колючая находка сразу давала себя знать. Это сейчас растение можно встретить практически в любой точке земного шара. 300 лет назад частью царского гардероба сорняк мог стать только на территории Кавказа или Средней Азии. Это примерно персидский поход 1722 года. Поход длился два года, 22-23 год, но Петр в 23-м году уже не принимал в нем участие. Поэтому мы имеем в виду только 1722 год, а значит кафтан можно датировать началом 1720-х годов. Изящный кафтан с подкладкой из шелкового ворса. Таким его видел разве что сам Петр в день первой примерки. Император шел в ногу с мировыми трендами. Одежду августейшего модника шили по последнему слову европейских тенденций стиля. Неширокий рукав, относительно небольшой обшлак с разрезом. Это и с округлыми очертаниями. Это уже мода 1720-х годов. Вырастить это зерно невозможно и бессмысленно. Люцерна, как его и знал Петр, никуда не исчезла. А вот возвращение вымерших животных. Почти неизбежный результат научного прогресса. Ширится в Сибири число мамонтовых ферм «Мамонтятина». Хозяйкам на заметку, после находок якутских ученых, такие заголовки все меньше похожи на фантастику. Была найдена уникальная туша мамонта шерстистого. И при аутопсии которой были обнаружены даже клетки крови. Живую клетку можно клонировать образцы ДНК, совместить с геномом ныне живущего предка. Такие эксперименты ведутся в Гарвардском университете. На современном этапе знания я вижу, что мы можем сделать химерного слона, но вряд ли сможем сделать мамонта. Будет ли он с шерстью или там еще с какими-то фокусами. Даже если пока восстановить мамонта невозможно, попытки клонировать вымерших гигантов – большой толчок для мировой науки. К сожалению, слониха, например, не может выносить эмбриона мамонта. И сейчас ученые думают о том, чтобы придумать искусственную матку. Но эта искусственная матка, она же станет потом будущим помощью не только для клонирования мамонта, но и вообще для всего живого. Весной о невозможности скопировать исчезнувшие виды, заявили ученые из США, Дании, Германии и Китая. Они не смогли восстановить 5% генома вымершей мыши. А это очень много. Вы хотите сказать всегда, что ген признак, а там все гены влияют на проявление одного признака. И наоборот, один ген может влиять на много, на появление многих признаков. Россия, если не родина мамонтов, то уж точно место их последнего пристанища. 3000 лет назад популяция ютилась на острове Врангеля в Ледовитом океане. Поздние мамонты достаточно много. Мы находим костей, зубов, бивней, которые явно были затронуты различными болезнями. Вследствие этого различные заболевания, уродства. Причиной мучительно долгого угасания вида, считают ученые, стало глобальное потепление. Исхудавшие и промокшие мамонты тоскливо бродили по бескрайней тундре. Маховой покров стал закрывать большие территории. Вследствие этого кормовая база резко ухудшилась. Единственные, кого вот уж действительно бессмысленно возвращать на планету, говорят генетики, предки человека. Мы так похожи с ними, что непонятно, о чем мы хотим этим добиться. Где происходит эта грань между древним человеком и нами. У нас очень многие функции у человека, они социальные скорее, а не генетические. Вымирание – процесс естественный и перманентный. Мы уже никогда не узнаем о некоторых видах насекомых, потому что не успеем их открыть. В смысле тараканов, мне было бы интересно узнать, почему у них такой успех громадный. Какие, что именно в них ответственны за их такой успех, что они могут расселяться по всему миру. Пропав с лица земли полмиллиона лет назад, эти микроорганизмы триумфально вернулись на поверхность. В Антарктиде с глубины в 3,5 километра российские ученые достали лед с доисторическими бактериями. Мы реконструировали климат, такая у нас летопись, которая говорит о том, что так тепло было раньше, но таких скоростей потепления не было. Но главные полярные открытия еще явно впереди. Исследователи собираются заглянуть в озеро Восток. Миллионы лет таинственный водоем скрыт под четырьмя километрами льда. У нас есть идея поиска самого древнего льда. Примерно в 300 километрах от станции Восток существует так называемый Копол-Б, где мы предполагаем, может быть лед возрастом полтора и даже два миллиона лет. И все-таки, чтобы увидеть живых существ, которые населяли Землю миллионы лет назад, не обязательно применять генную инженерию или напряженно смотреть в микроскоп. Птицы, объясняют ученые, самые прямые потомки динозавров. Александр Громов, Антонов Черенко, Павел Чащин, Юлия Копралова и Иван Парамонов. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. Сейчас о погоде. Эта неделя выдалась на удивление. Теплый. Столбик термометра поднимался выше 10 градусов. И в субботу в Петербург даже заглянуло солнце. На этом погодные подарки, похоже, заканчиваются. Сильного похолодания синоптики не обещают, но старт понижения температуры уже дан. По ночам примерно до среды будет плюс 1-2 градуса. С четверга заморозки до минус 2. Завтра днем плюс 8. В понедельник и вторник уже плюс 3. Дальше отнимайте по 1 градусу. Четверг плюс 1. Пятница около 0. Всю неделю переменная облачность, осадки, снег с дождем. У меня на сегодня все. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»